Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим рассказ о нашем небольшом путешествии во время отпуска. Ну что, поехали! Проснувшись утром, вдохнув напоследок в прекрасный горный воздух, обведя взглядом все доступные взоры пейзажа, пытаясь сохранить все в памяти, мы тронулись в дальнейший путь. Впереди нас ждало возвращение в Польшу и еще много интересного. Хотя воспоминание о теплицких скалах останется с нами еще надолго. А если мы что-то забудем, то об этом нам напомнит видео, которое я прикреплю для вас вот здесь сверху. Обязательно его посмотрите после этого выпуска. А пока мы переходим границу, не забудьте подписаться, чтобы поддержать наш канал и не пропустить все самое интересное. Переходим границу, это очень условно, потому как если бы мы не указатели, то мы бы и не поняли, что покидаем одну страну и переезжаем в другую. Первый приграничный городок – Мирош. На первый взгляд ничем не примечательный, но в нем есть своя атмосфера. Городок, расположенный в горах, имеет свою смотровую вышку, с которой открывается прекрасная панорама на предгоре и даже свою парковую сцену, куда, естественно, я непременно взобрался. Вот эти два зрителя ждут, когда я выступлю вот с этой прекрасной сцены в Мирошуе. Долгой прогулки у нас не получилось, потому что в этом маленьком городке особо нет никаких кафе. Туристы его проезжают мимо, направляясь в Адршпах или Теплицкие скалы, которые находятся всего в пару километрах отсюда. Воздухом мы надышались, и как вы уже помните, ужин у нас был в стиле а-ля туристов, поэтому мы немного проголодались. И так как следующая точка на маршруте была недалеко от Валбжиха, ну и покушать мы отправились именно туда. Покушать мы пошли в очень атмосферное и стилизованное заведение – «Золотая станция». Очень рекомендую вам, если будете в Валбжихе, посетить именно это заведение. Мы расположились на уличной террасе, и первые, кто почтил нас своим присутствием, были вот такие милые, но по-хорошему наглые, завсегдатые «Золотой станции». Что я могу говорить с уверенностью – это то, что голодными вы отсюда точно не уйдете. Порции здесь рассчитаны на людей с хорошим здоровым аппетитом. Жена даже не смогла осилить половину, несмотря на то, что еда была действительно очень вкусная. На троих мы заказали два бургера с картошкой фри, один блин с курицей, сыром и шпинатом, два спайта и чай. За все мы отдали 178,5 злот. Хорошо покушав, мы снова были открыты новым впечатлением. Нас ждал один из самых известных замков Польши – замок Ксенш. Естественно, живя в Польше и выбирая для себя места для отдыха, мы много раз хотели посетить этот замок, ведь отзывы были о нем просто на высоте. Вот, например, почитав такие, просто хочется посетить это место. У него действительно прекрасная история, но, на мой взгляд, эта локация в Польше явно переоценена. И сейчас я вам расскажу почему. Замок Ксенш – один из самых величественных и известных замков Польши. Он был построен в 13 веке князем Болеславом I Суровым. Замок имел важное стратегическое значение. Его называли «ключом к Селезии», потому что он находился на торговых путях между Селезией и Чехией и был их защитой. На подъезде к замку есть оборудованная парковка, где вы можете оставить свой автомобиль за 20 злотых и отправиться к замку, чтобы окунуться вглубь веков. К замку ведет обустроенный парк. На подходе обязательно рекомендую заглянуть на смотровую площадку, чтобы увидеть это великолепное строение, спрятанное среди горных массивов, и пополнить свою коллекцию прекрасными панорамными фото и яркими впечатлениями. Неспешно прогулявшись по довольно большому парку, вы попадаете ко входу в сам замок. Но не забудьте приобрести билет. Вот здесь уже второй раз мы столкнулись с тем, что лучше бронировать билеты заранее. Вы помните в прошлом видео о Теплицких скалах я рассказал, что мы не смогли попасть в Адршпах по причине отсутствия билетов и вынуждены были поехать в Теплицкие скалы. О чем мы, конечно, нисколько не пожалели, но подобная история нас ожидала и в замке Ксенш. На его территории, помимо старого замка, находится и подземелье, которое использовалось в фашистской Германии при подготовке замка для использования в качестве ставки Гитлер. Именно в это подземелье мы тоже очень хотели попасть, но билетов в данное подземелье, увы, уже не было. Их количество очень ограничено. Стоимость билетов в замок Ксенш 59 злотых, и льготный билет 49. Билет включает в себя вход в замок и террасы с аудиогидом, а также пальмари, в которые мы не пошли, так как прогулка заняла много времени, с учетом наших прогулок за последние дни мы сильно устали. Если же брать билет с посещением подземелья, то он будет стоить 79 и 69 злотых саплетов. Территория перед входом в замок оборудована скамейками для отдыха, фонтанами и цветниками, а прямо перед нами входные ворота, за которыми находится сам замок. На протяжении своей многовековой истории Ксенш неоднократно менял владельца. В нем обитали потомки королевских и знатных семей Венгрии, Чехии, Германии и Польши. Некоторые из этих именитых семей по факту являлись обыкновенными разбойниками. Они грабили проезжие караваны, убивали торговцев и с добычей прятались в стенах замка. По крайней мере, об этом упоминается в одной из мест клиентов. Многократная смена владельцев не могла не отразиться на общем виде замка. Его периодически достраивали, реконструировали, вносили определенный корректив. Именно поэтому мы видим, что замок сочетает в себе сразу несколько архитектурных стилей – средневековья, Эйни, Санс и Боровка. Но это смешение отнут не портит картину и не делает замок менее великолепным и притягательным. Так продолжалось вплоть до начала XVI века, когда замок приобрела знатная германская семья фон Хоккберг и владела им вплоть до конца Второй мировой войны. Самая знаменитая представительница этой семьи – прекрасная и мудрая Мария Тереза Оливия Корну Левлес Уэст, известная как «Принцесса Дейзи». Кстати, она была тетей самого известного премьер-министра Великобритании – Уинстона Черчилля. Фактически, весь первый этаж замка посвящен фотогалерее семьи и жизни в замке. Аудиогид будет неустанно вас знакомить со всеми членами семьи Хоккбергом, рассказывать удивительные и невероятные истории, раз за разом возвращая нас к Дейзи. Вы услышите о том, как она создавала школу для детей-бедняков, обучая их церковным наукам и ремесленничеству, вложившая в это как деньги семьи, так и вырученные от продажи изделий учеников. Еще одна яркая история гласит нам о том, что в канун Рождества Дейзи сделала свое самое известное фото в прекрасном монтоне и разославила его всем высокородным семьям с пожеланием счастливого Рождества. Богема восприняла это как оскорбление, и многие перестали общаться с семьей Дейзи. Эта история напоминает мне сцену из какого-то фильма, вот только не могу вспомнить, с какого. Может, вы подскажете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы также узнаете и о муже Дейзи, Гансе Генрихе XV, Принце Плеском, Графе Хобберге, его жизни после развода с Дейзи, его второй супруге Клотилле, которая впоследствии станет и женой его сына от Дейзи. Также вас достаточно хорошо посвятят в жизнь сына Дейзи и его супруги. Но вся остальная великая и таинственная история замка просто пройдет мимо вас, лишь слегка приоткрыв свою завесу. Обязательно нужно отметить это то, что семья Хоббергов хоть и относилась к знатному немецкому роду, но не поддерживала политику нацистского режима. Оба сына Дейзи пошли воевать, в один в польскую армию, в другой в британские войска. Именно поэтому замок Сенш при первой же возможности был изъят германским командованием у семьи Хоббергов и передан для включения в проект Великан. Великан – это кодовое название секретного строительного проекта Третьего рейка. Данный проект должен был состоять из семи подземных сооружений, расположенных в Совье-горах и под замком Ксенш. Проект длился с 1943 по 1945 год, и, к слову, ни одно подземное сооружение так и не было закончено. В самом же замке Ксенш должна была располагаться резиденция Гитлера. Она уже была подготовлена, даже комната для коммердинера, но данному проекту так и не суждено было сбыться, так как в период 1944-1945 годов планы Гитлера уже немного претерпели изменения. Война проигрывалась, и от создания подземных сооружений верхушка Третьего рейха перешла к попыткам спасения своих жизней. Стоит отметить, что немцы не только конфисковали замок семьи Хоббергов, они его еще и знатно ограбили. То, что не вывезли немцы, вынесли советские солдаты. Но большая часть хищений, по мнению поляков, была совершена именно немецкой стороной. До 60-х годов прошлого века замок стоял в запущении, ведь у Польши банально не было денег на восстановление своей исторической и архитектурной жемчужины. С конца 70-х годов начались проводиться археологические и реставрационные работы, которые проводились очень медленно. Причина все та же – отсутствие средств у социалистической Польши. Далее страна проходила период своего личного становления. И лишь только после вступления Польши в Европейский Союз и подписания договоров о возвращении культурных и исторических ценностей, дело сдвинулось с мертвой точки. Евросоюз выделил немалые средства на реконструкцию замка. Начались возвращаться предметы интерьера, мебель, убранство салонов, картины, а это особая гордость замка. Самое же большое и богатое помещение замка – это зал Максимилиана, большой бальный зал. В убранстве особо выделяются два великолепных камина, расположенных друг напротив друга, и зеркала над ними. Стены и пол выложены из мрамора, а огромная шикарная люстра сделана из позолоченного липового дерева. К стенам приделаны три небольшие галереи для придворной капеллы. А сверху также есть балкон, на котором принцесса Дейзи давала представление для знаменитой гостей. Кстати, за люстрой очень тщательно ухаживали. И для того, чтобы ее обслужить, в потолке было сделано отверстие и из комнаты наверху с помощью приспособления на подобие коловорота люстру спускали вниз и обслуживали. В замке сотни помещений, и каждая из них стоит того, чтобы остановиться на нем и узнать его историю. А история у замка, уж поверьте мне, действительно неординар. Вас, наверное, все больше интересует, почему же я считаю, что замок Сенш очень переоцененное и разрекламированное достопримечательное. Все очень просто. Имея такую незаурядную и самобытную многовековую историю, пережив столько взлетов и падений, став свидетелем не только яркой жизни известной семьи, но и попытки сделать из него резиденцию Гитлера, разграбление, неоднократный разгром. Это всего лишь маленькая толика ярких и эмоциональных фактов этой истории замка. А аудиогид и программа экскурсии все упростило до обычной биографической экскурсии по поместью Хогберга. На мой взгляд, история замка осталась совсем не раскрытой. А ехали-то мы именно в замок, а не изучить биографию одной, хоть и очень знаменитой семьи. Небольшой осадок от неисполненных ожиданий все же остался. Это был третий замок, который я посетил в Польше. И на данный момент мой личный рейтинг выглядит вот так. Первое место – замок Мальборг, недалеко от Китайских. Второе – Королевский замок Варшавы. И третье – замок Ксенш, около Валджи. Но это всего лишь мое частное мнение, и не стоит на него операться. Рекомендую все же его посетить и сделать свои личные выводы. Выход из замка нас привел на террасу. Украшенные причудливыми цветниками, фонтанами и видом на молчаливые, но величественные горы и девственные леса, окружающие замок. Прогулка по террасе дополнила приятным впечатлением этот насыщенный день. И именно с террасы открывается взору фасад замка. И даже если местами он очень требует скорейшей реставрации, то это только подчеркивает былимность всех историй и легенд окружающих замок. Ты понимаешь, что действительно находишься в центре исторического места. День пролетел очень быстро, и к моменту нашего отъезда на парковке фактически не осталось ни авто, ни экскурсионных автобусов. День выдался очень насыщенным, и до следующей остановки на ночевку нам предстояло проехать еще более 300 километров. А по пути подобрать отель или апартаменты для ночевки. Ведь после такого насыщенного дня нам нужен был хороший отдых. А впереди нас ждало еще одно очень атмосферное место со своей интересной и глубокой историей. Если вам интересно, что было дальше на нашем пути, обязательно подписываемся на канал. И пока. Графе Хогберге Бароне Фюрстенштайна Графе Хогберге Бароне Фюрстенштайна